Небольшой переулок между Домом культуры и спортивным центром в Кировском районе Самары, свободный и ничем не примечательный. Это сегодня. Но ещё несколько недель назад в этом месте кипели нешуточные страсти. Участок в несколько десятков квадратных метров Накаковской облюбовал неизвестный предприниматель и принялся возводить строение. Несанкционированную стройку обнаружили полицейские в ходе совместного патрулирования улиц с сотрудниками районной администрации. Нелегальным торговым площадям в Самаре не место. Несколько минут и строение превратилось в гору дров. Ликвидировали всё, вплоть до фундамента. В борьбе с незаконными торговыми объектами принимают участие и городские власти, и общественные советами к районам Самары. Красота города – это основа для всех жителей. Человек идёт по городу, он радуется и может отдохнуть. Но когда вот такие все объекты строятся, во-первых, мы сами видим, здесь нет элементарных, санитарных норм. Демонтажу подлежат не только незаконные строения, но и небольшие торговые палатки. С силами городской администрации и полиции с начала года с улиц города вывезено более 900 киосков. Улица Нововокзальная – яркий пример работы. Прямо на остановке общественного транспорта располагался павильон, где некоторое время торговали выпечкой. По данным департамента потреб рынка, квадратный метр здесь это строение занимал незаконно. Теперь и оно отправится на спецстоянку. Мы наводим порядок, что город был чистым, благоустроенным, что бизнес был легальным, что человек, который прежде чем начинать вести бизнес, он был законно оформленный, земля была оформлена с соответствующими документами права устанавливающих, подтверждено. В данном случае идёт именно очистка города от незаконных, нестационарных торговых объектов. Нелегальные павильоны ликвидируют во всех районах Самары. Так, в Куйбышевском активные граждане попросили избавить мини-рынок от самовольно установленных киосков. По мнению горожан, торговля должна быть цивилизованной, а товар свежим. Глава администрации Самары Олег Фурсов подчеркивает, город поддерживает законное предпринимательство и цивилизованную торговлю, учитывает мнение жителей. Но нелегальные строения, накопившие претензии горожан будут вывозиться в первую очередь. Конечно, понятно, работа очень такая тяжёлая, очень непростая. Десятилетиями сложились определенные формы работы. Город мы должны очистить от этих киосков. Очистить однозначно, другого нам просто не дано. Вопроса другого варианта нет. Я вижу изменения, которые в Самарском районе произошли. Сейчас по Ленинскому району надо выходить судебными решениями о попечатывании и запрещении торговли. Пока их не можем демонтировать, при наличии оснований, свидетельствующих о том, что они незаконно там расположены. До конца года с улиц Самары планируют вывести ещё 980 незаконных торговых киосков. Все объекты потребительского рынка должны быть легальными, благоустроенными и приносить доход в городскую казну. В августе начнут работать сельскохозяйственные ярмарки, в том числе и в новых местах в отдалённых районах города. Например, жители Куйбышевского района смогут приобрести товары местного производства, качественные и по доступным ценам на Пугачёвском тракте, в районе дома номер 13, на пересечении с улицы Нефтяников.